Книга Книга В начале показ фильма о детях слепых, демонстрация готовых образцов и подробный инструктаж по созданию книги. Воодушевившиеся идеи осужденные сами берут в руки иголку и нитку. В конце кропотливого труда всеобщими усилиями у группы появляются первые составляющие русской народной сказки «Репка». Осужденным, насколько мне это кажется, проект понравился. Они считают, что это полезно. Мы своей целью преследовали не только научить их чему-то новому, но и пробудить в них обычные человеческие чувства взаимопомощи, поддержки, сочувствия больным детям. После проведения серии мастер-классов осужденные сами предложили продолжить работу и даже провести конкурс среди учреждений области на лучшую тактильную книгу. Я на самом деле просто, наверное, сделал в жизни много не очень хороших вещей. И, наверное, где-то я даже и в том числе вкладываю часть себя в то, что я делаю, наверное, становлюсь чуточку добрее. 15 экземпляров тактильных книг, сделанных руками осужденных, будут дополнены аудиозаписью и вариантом со шрифтом Брайля. Все они совсем скоро будут переданы Ульяновской областной библиотеке для слепых. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.